Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Мария Губина, и утренняя информационная бригада нашего канала. Опасение у рядовых горожан вызвало обвал грунта на валу у Кремлевской башни Какуй. Газон со склона пару дней назад буквально съехал вниз. По словам Сергея Трояновского, советника генерального директора Новгородского музея-заповедника, это Кремлевский вал в очередной раз продемонстрировал свой норов. А виной всему большое количество осадков, выпавших в последнее время. Из-за воды, которая в дождь стекает с крыши детинца, начал сходить верхний слой. Ничего катастрофического в этом процессе мы не видим. Хотя, конечно, зрелище неприятное. И в музее все-таки есть намерения, они были поддержаны в свое время Министерством культуры, что необходима разработка проектной документации с тем, чтобы снять подушку, нарушившую за несколько столетий слой строительного мусора, обнажить предначальный склон вала. По словам Сергея Трояновского, запас прочности Кремля – две тысячи лет. Вал служит фундаментом для стен, но верхний слой важной роли не играет. Детинец не рухнет, уверены историки. К слову, земля у стен Кремля сходила уже не раз. Оползневые процессы имеют многовековую историю. До зимы место схода земли приведут в порядок, специалисты продолжат наблюдать за изменениями грунта. А в следующем году, если выделят финансирование, здесь начнутся большие работы. Сегодня областное отделение пенсионного фонда проведет для жителей региона традиционную ежемесячную прямую линию. С 8.30 до 17.30 сотрудники ведомства ответят на вопросы, касающиеся пенсионных и социальных выблат, материнского капитала, получения государственных услуг пенсионного фонда в электронном виде и другие вопросы. Телефон горячей линии вы видите на своих экранах. В России ужесточились правила сдачи и допуска к экзамену на получение водительского удостоверения. Согласно новому регламенту, если желающий сдать экзамен подает в ГИБДД документы, полученные в другом регионе, инспектор обязан направить туда запрос и удостовериться в их подлинности. Также изменения коснулись и самого экзамена. Так, если при движении задним ходом кандидат не смог выполнить упражнения с первой попытки, экзамен будет считаться непройденным. Ранее число попыток регламентировано не было. Ужесточатся правила сдачи и для тех, кто получает права на управление мотоциклом. 41 новгородец в эти дни представляет нашу область в столице Всемирного студенческого фестиваля в Сочи. Новгородская делегация каждый день присылает видеоприветы и отчеты о своих достижениях. Обширная программа, конференции, мастер-классы и первые победы. Александр Сомов из Новгородского района, соревнуясь в национальных видах спорта, успешно выполнил упражнение «Рывок гири». Александра и Анатолий Митрофановы на спортивной площадке фестиваля проводят мастер-классы и открытые выступления по каратэ. Всем привет! Сидит солнце, мы в форме, наша команда позади. Мы на площадке в сестивале. Народ потихоньку уже подтягивается. Свои фото и видеоприветы новгородцы обещают присылать ежедневно. Увидеть их можно на сайте 53 новости. Между тем, к новгородской делегации уже в субботу присоединится и губернатор Андрей Никитин. Новгородские спортсмены Самир Мамедов и Владислав Глевицкий победили в первенстве Европы по спортивной акробатике. Отметим, что это первое выступление ребят на континентальном первенстве. В прошлом году они стали серебряными призерами первенства страны. В этом сильнейшей мужской парой в России в своем возрасте, что позволило им получить путевку на первенство Европы. Поздравляем наших спортсменов и их тренеров и желаем новых спортивных побед. На этом у меня все. Далее о погоде. Я с вами прощаюсь и желаю легкого начала дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова